Всем привет! Я подготовил для вас очень полезное интервью для тех, кто начинает инвестировать в недвижимость. Потому что это интервью с инвестиционным директором Тринфика Артемом Цагоевым. Он управляет активами на рынке недвижимости, знает, что такое пифы, запифы. То есть это инвестиционный аналитик с опытом больше 20 лет. Поэтому это очень полезное такое интервью с ценной информацией, именно практика на рынке недвижимости с 20-летним опытом, который пережил несколько кризисов недвижимости, и он нам детально ответил, что будет с теми инвесторами, которые сейчас инвестировали в новостройки, а кто-то даже инвестировал в новостройки в студии по 10 и 12 миллионов рублей. Поэтому мы ответили на вопросы про рынок США, что и куда стоит инвестировать, ответили про наши любимые апартаменты. Артем детально нам все рассказал, поговорили про крупных застройщиков, особенно про наш застройщик Пик, потому что это крупнейший застройщик на России, и в целом поговорили про рынок аренды, про будущее инвестиций на рынке недвижимости в России. Это будет полезное интервью, поэтому рекомендую его детально посмотреть. Если вы хотите посмотреть полная версия про рынок США, именно более детально, про пифы, запифы, про коллективные инвестиции, то это доступно для спонсоров канала. Чтобы стать спонсором канала, вот есть ссылка в описании, можете детально там все посмотреть, там будет большое полноценное полторачасовое интервью для тех, кто решил разобраться, как правильно инвестировать в недвижимость. Приятного просмотра! И не забываем подписываться на канал Артема Цогоева в Телеграме, тоже ссылка будет в описании. Погнали! Говорим про Пик, то это, во-первых, по моему мнению, это застройщик номер ноль. Инвестиции в стройку или в готовое жилье? Ну, давайте сначала закурим, да? Тогда инвестиции в аренду или в перепродажу? Следующий вопрос. Окей. Можно, кстати, попробовать пошутить, не знаю, вставим это или нет. Если вы окажетесь перед господином Гордеевым из Пика, что вы у него спросите? Артем, приветствую. Спасибо, что решил уделить время нам в онлайн-формате на небольшое интервью. На самом деле, я думаю, будет здорово, если ты представишься для нашей аудитории и расскажешь, что такое Артем Цогоев. Инвестор, да, или финконсультант, потому что в интернете есть много различной информации, но лучше, наверное, чтобы ты представился сам, а дальше мы найдем уже, пойдем к вопросу. Ну, я Артем Цогоев, соответственно, я инвестиционный директор компании Тринфика. Тринфика – крупнейшая независимая компания в России по управлению закрытыми инвестиционными фондами. Соответственно, активов в управлении больше, чем на 1 миллиард долларов. Ну, вот, соответственно, бизнес компании существует с полки года, сначала 2000 занимается закрытыми пифами. Я лично, соответственно, на рынке недвижимости работаю тоже с начала 2000-х годов, на самом деле раньше, но неважно, будем отмечать, что сознательно работаю с 2000-го года приблизительно. То есть общий стаж у меня превышает уже 20 лет, вот, у меня было, соответственно, разное, там, в разных ролях я появлялся на рынке недвижимости и работал, но, в общем, это все было связано с инвестициями в недвижимость. В 2004 году я написал книгу «Как инвестировать в недвижимость», вот, соответственно, сосистематизировал тот опыт, который накопился к тому времени, вот, сейчас вот ее переписываю немножко. Будет переиздание, да? Чтобы можно было уже почитать с учетом новой реалии? Это не будет переиздание, вот, я буду ее распространять бесплатно, вот, она не будет выходить на бумаге, скорее всего, вот, и так далее. То есть это просто, ну, так сказать, новый взгляд на то же самое. Я бы так это назвал. Давай тогда немножко поговорим про любимый рынок новостроек, вот, и я читал твой телеграм и видел вопрос, но я задам тот же вопрос, который тебе недавно задавали. Что ты думаешь по поводу апартаментов в ближайшем будущем, да? То есть, наверное, не стоит, там, обсуждать комментирование, там, различных госслужащих, я бы их так назвал, а вопрос, скорее, будет ли закон все равно, да? И в целом, что ты думаешь по поводу инвестиций в апартаменты в, там, 20-21-м годах? Интересный вопрос. Ну, на самом деле, апартаменты будут существовать в том или ином качестве, да? Да. Повторюсь, наверное, что апартаменты — это юридический фантом, то есть они есть, а на бумаге и в законе их нет. Нет такого понятия апартаменты. Оно общеупотребимое людьми, девелоперами и так далее, покупателями недвижимости, но оно не существует в реальности. В реальности существуют нежилые помещения, гостиничные номера, например, и так далее. То есть понятия апартаменты подводят очень многое. Девелопер, прежде всего. Что касается инвестиций и разумности инвестиций в апартаменты, здесь, на самом деле, все зависит от того, какая идея стоит под этой инвестицией. То есть, если удастся купить дешево, а сдать дорого, то это будет хорошо работать. А если не удастся купить дешево и не удастся сдать дорого, тогда инвестировать, наверное, смысла в апартаменты нет. Это очень общий ответ, я понимаю, но на самом деле я уверен, что даже если будет принят любой закон, даже запрещающий апартаменты, апартаменты в том или ином виде никуда не денутся. Дело в том, что фактически сейчас апартаментами девелоперы называют в том числе и офисные помещения. А мы видим, как меняется сейчас жизнь наша. Вот мы с вами, Виктор, с друг другом общаемся по Zoom. Мы, соответственно, находимся в совершенно разных частях города Москвы, или даже не Москвы, я не знаю, где вы. Поэтому очень много совещаний у людей проводится по электронным формам, там Zoom, Skype, неважно. И это будет продолжаться. Я знаю людей, которые уже больше полугода работают дома на балконе, например. Они не приезжают в офис, потому что это не нужно. А некоторые офисы уже вообще закрылись. И используются там какие-то маленькие помещения. То есть мы идем к тому, что у нас функция рабочего места и жилого помещения совмещаются. По факту так получается. И поэтому апартаменты на самом деле, или то, что называется апартаментами, то есть нежилые помещения будут становиться, это не зависит от желания законодателя, стасишинных всяких и так далее. Это зависит просто от течения времени, от развития ситуации в мире, даже не только в России. Сращивание рабочего пространства и жилого помещения. И апартаменты – это как раз ответ рынка на эти тенденции. Вот на самом деле будут продаваться офисные помещения, в которых можно будет жить и работать. И это не будет, возможно, называться апартаментами. Это будет называться какими-нибудь комфортными офисами, лофтами. Лайф-воркинг. Лайф-воркинг, да, и так далее. Но это будет, и люди будут это покупать, вне зависимости от того, что там думают по этому поводу власти. Власть в данном случае много чего думает, а мир движется вперед. Может быть, они еще будут создавать, конечно же, законы о гужевых повозках, но все уже на электрокарах катаются. Поэтому на самом деле, вот это такой общий комментарий, я не знаю, что сказать больше. Апартаменты никуда не денутся. Да, я абсолютно согласен с этим. То есть, и тем более там есть здание, государство может разное там что-то придумывать. И я согласен с тем, что мир там условно очень сильно поменялся, и сам по себе рынок недвижимости меняется. Просто он более медленный, да, чем, наверное, может сам по себе мир делать. Наверное, вопрос еще хотелось бы уточнить. Вот на твой взгляд, правильно ли, если хорошая доходность, правильно ли инвестировать в апартаменты, особенно если человек это берет под аренду, чем в стандартную жилую недвижимость, в стандартную новостройку? Ну, во-первых, начнем с того, что, это известно всем, апартаменты пока еще стоят дешевле жилой недвижимости, которая находится в той же локации, что апартаменты процентов на 20. То есть, условно говоря, если мы говорим о том, что мы покупаем апартаменты для того, чтобы сдавать, мы знаем о том, что они стоят дешевле, соответственно, инвестиция будет эффективнее. Это первое. Второе, как известно, чтобы максимизировать доход от аренды в современных условиях шеринговой экономики, зума и так далее, нужно ее сдавать не долгосрочно, а краткосрочно. Мы знаем о том, что принят закон, который запрещает создавать фактически гостиницы или мини-хостелы, отели, неважно. В общем, сдавать краткосрочно помещения в жилых домах. Запрет этот есть. И он, на самом деле, хороший, правильный и обоснован. Но я считаю, что запрета, ну, то есть не я считаю, а я знаю, что запрета на краткосрочную сдачу апартаментов нет, не существует. Таким образом, мы говорим о том, что апартаменты с точки зрения арендного бизнеса, если мы говорим про сдачу жилой недвижимости в краткосрочную, на сутки, на двое, на трое, на неделю, на месяц, на полгода, намного предпочтительнее по сравнению с квартирами. И намного дешевле. И инвестиции в апартаменты, они, естественно, более обоснованы. Но это очень общее объяснение мое ситуации. Потому что вы, Виктор, можете мне сказать, а вот там на такой-то улице апартаменты стоят так дорого, что даже жилые квартиры на вторичке рядом стоят дешевле по сравнению с ними. И вы будете правы. То есть это частные случаи. То есть то, что я сказал, это общее, а частные случаи могут быть совершенно иными. Потому что нужно налоги почитать, нужно посчитать расходы от оплаты управляющей компании дома и так далее. Там много всего, но в любом случае это уже было все сделано у мной. Расчеты я уже проводил. Получалось, что выгода от того, что недвижимость стоит на 20% дешевле, она перекрывает на большой очень срок все-все неурядицы, связанные с высокими налогами и высокой эксплуатой. На самом деле это так. Вот интересно, как ты ответишь тогда на вопрос, который у меня был следующий. А куда сейчас лучше инвестировать с точки зрения как раз недвижимости? В Россию или в США? На самом деле зависит очень сильно от задач, скажем так. Я просто объясню эту историю. У Тринфика есть фонд, который называет «Ценные бумаги зарубежной недвижимости», открытый провинциационный фонд. Наша управляющая компания имеет, естественно, очень большие компетенции по управлению, по работе на рынке ценных бумаг. И у нас есть фонд, который инвестирует деньги в зарубежные ценные бумаги. Ну, могу сказать, что за год фонд очень хорошо вырос, на самом деле. И рост составил более 20%. Я точную цифру не помню, буквально на днях смотрел, но немножко позабыл. Что касается вообще зарубежных рынков и зарубежной недвижимости. На самом деле я рекомендую присмотреться, если есть какие-то долгосрочные планы, условно говоря, если есть понимание рынка. Просто одновременно с тем, что есть довольно большое количество случаев положительных, когда люди инвестировали в зарубежную недвижимость, деньги и, в общем, чувствуют себя хорошо. Есть довольно большое количество случаев, когда люди приобретали зарубежную недвижимость и сталкивались с многочисленными проблемами, вплоть до невозможности въехать в страну в собственную недвижимость. Да? Вот. Поэтому очень сильно все зависит от задачи, от риска профиля инвестора. Если мы говорим о том, что вот вы мне задаете вопрос, что выбрать, США или Россию, то это очень сложный вопрос. Потому что, а что в США выбрать? Фонд, который инвестирует в торговую недвижимость, очевидно, нет, если они банкротятся. Да? Фонд, который инвестирует в складскую недвижимость, возможно. А что выбрать в России? Переоцененные новостройки, наверное, нет. Поевой фонд, который вкладывает в действующий какой-то бизнес, например, в складскую недвижимость, скорее, да. То есть, это на самом деле невозможно дать четкую рекомендацию. Вы вкладываете вот в такую-то компанию, в такой-то рид, в такой-то запив или в такой-то объект недвижимости. Это все очень индивидуально. Это я согласен. Здесь задача, наверное, просто для мышления. Просто сейчас задается вопрос, и он там возникает из нескольких там моментов. Просто многие люди, у которых есть наличный кэш или они хотят использовать зарубежную ипотеку, они рассматривают покупку недвижимости в другой стране с передачей в управляющую компанию и получение долгосрочного арендного дохода. Так называемая пенсия, да. Вот стоит ли сейчас смотреть, допустим, если так сказать тогда, не возьмем из США, не знаю, на рынок Европы, он поближе и попонятнее для многих. Или, может быть, стоит подождать несколько лет, потом заходить, или лучше все равно инвестировать, если с целью дохода аренда, лучше наши новостроечки смотреть и все. Говорят, своя рубашка ближе к телу. На самом деле, новостройки в России покупают потому, что можно приехать, посмотреть, как дом строится, вот, потрогать руками. Мое, мое, что почувствуете, что почувствуете. Потом в углу зайти, жена еще скажет, давай развесим здесь занавесочки, вот, и так далее. То есть, на самом деле, это происходит потому, что люди хотят иметь доступ к своей инвестиции. Если мы говорим про рынок зарубежной недвижимости, то не все люди, которые обладают семью миллионами рублей, могут себе позволить все время выезжать за рубеж и проверять, как там у них существует их недвижимость. Их останавливает очень много. Я просто к чему? Для того, чтобы инвестировать в зарубежную недвижимость, нужно и психологически, и с точки зрения капитала дорасти до этой инвестиции. То есть, невозможно инвестировать в зарубежную недвижимость капиталом 5 миллионов рублей. А в российскую можно. Более того, если это осуществляется в ипотеку, например, то платеж по ипотечному кредиту в рублях и платеж по ипотечному кредиту в евро – это два разных случая. Потому что у российского человека, у российского инвестора доходы-то в основном в рублях. А если ипотека в евро, а евро опять вырастет, рубль опять упадет. А квартира не будет сдаваться. да не будет строить здесь что угодно может случиться да а то есть здесь на самом деле ситуация такая что даже как на самом деле когда это было всегда это было 10 лет назад 15 лет назад когда наш российский покупатель приобретает новостройка у него он все равно инвестор каком смысле говорит в конце концов я ее сдам может она мне не нужна я только деньги паркую конце концов я ее сдам когда инвестор приобретает квартиру за рубежом у него идея обратно я ее буду сдавать но в конце концов я перееду и буду там жить да это тапа очень бывает на самом деле здесь вопрос заключается в ментальности в нашей в российской и собственно в осознании себя в качестве инвестора то есть если я инвестор то я выбираю определенный тип недвижимости определенные соответственно стратегию инвестиций и так далее меня нет никаких задних мыслей и более того я определяю горизонты инвестиций я определяю что я вот сейчас купил а через там пять лет я продам например и так далее чтобы переложиться во что-то другое то есть это такая история долгосрочная очень вот так вот ответить на вопрос что лучше германия великобритания или россия очень сложно потому что для каждого этот ответ будет индивидуален на самом деле потому что мы это точно я в рамках например со управляющей компании мы будем инвестировать в зарубежную недвижимость потому что нас как бы цель в любом случае как там стартапы компании выходить на международные рынки мы как раз видим один из элементов это выходить в ближайшие страны у нас мы бы вышли в этом году из-за пандемии мы все перенесли и выбирать интересные объекты и помогать инвесторам из россии там их покупать используем кредитного плеча или без ну и дальнейшем этом управлять этим объектом вот поэтому мы смотрим этот рынок и мне даже самому интересно просто подогу как что будет с ценами в европе на недвижимость потому что если смотреть там испанию я смотрел то она значительно очень сильно просела после пандемии потому что очень много было по сутки и рынок туризма прекратился на время и очень сильно пострадала вот но мы пока смотрим ближайшие конечно страны там чехию эстонию это наверное правильно . диверсификации получения выручка я приветствую вае тогда к нашим новостройкам которые бьют рекорды по ценам и где то что писался в телеграме очень короткий пост мало кто понял но не знаю я считаю идиотизмом сейчас когда выходят студии в бизнес-классе на набережные по 12 миллионов рублей на старте продаж и вот на мой взгляд застройщики делают огромные сейчас ошибки вот когда выходит по супер космическим ценам по той причине что им же в любом случае нужно хоть на бумаге но показывать рост но недвижимости чтобы те люди которые зашли на старте видели что смотрите рост и идет цен да то есть они же заходят на сайт они смотрят в рынок вот что ты думаешь по поводу космических стартов продаж сейчас на небольшие объекты в основном это там в бизнес-классе или там комфорт плюс что будет с ними в двадцать третьем двадцать четвертых года не удивительно но они принесут доходность инвестор я зашли на старте я объясню почему на самом деле ситуация вот какая деньги они вообще во всем мире стремительно обесцениваются вот и поэтому инвесторы на самом деле очень сильно смотрит сейчас хорошо на рынок недвижимости глобально сейчас говорю насчет перед украина потому что недвижимость приносит хотя бы какой-то доход личный от нуля германии деньги стоят минус государство германия размещает облигация с отрицательной доходности то есть вы доплачиваете за долговые бумаги германскому государству и так далее то есть а вообще стоимость денег в германии 0 ипотечный кредит можно взять за 1 и 8 процентов вот германии теперь приходим к россии отца вот какая на самом деле за последний год цены выросли примерно на 10-12 процентов она во струкнуть очень стремительный рост был вот за последние три года рост составил там порядка если с этим считать с двадцатым годом уже где-то около там 17-18 процентов и надо сказать что покупают до покупают бешеный спрос а девелоперы на самом деле делают очень про простую простую там операцию которую они должны делать есть спрос надо повышать цену закончится спрос надо понижать цену вы что думаете что на старте продаж когда девелопер станет высокую цену у него не будут покупать нет потому что на старте я согласен абсолютно что на старте не на старте будут покупать. Готовые тоже будут покупать. Понимаете? Пока есть дешевая ипотека, а ипотека дешевая есть и будет, скорее всего, еще становится дешевле, потому что государству необходимо субсидировать сектор строительства жилья. Он двигает экономику и всегда двигал экономику. Это так, просто это так. А что рынок недвижимости — это локомотив, то есть как строительство дорог, недвижимость — это локомотив развития экономики. И государство будет развивать экономику через рынок недвижимости, а он развивается очень просто — через ипотечную ставку. Ипотека будет еще дешевле. Количество людей, которые сейчас могут заплатить 20% первоначальный износ по ипотеке, по ипотеке с господдержкой, оно стремительно уменьшается. Это что, повод для того, чтобы, так сказать, государство не придумало каких-то, значит, еще механизмов интересных? Нет. Значит, будет понижаться первоначальный взнос. Сейчас он 20, в начале следующего года, 21-го, он будет 15, к середине следующего года он будет 10, а к концу он будет 5. Таким образом... Сейчас ноль еще есть с материнским капиталом. Если у вас есть маткапитал, то у вас ноль процентов первого взноса. Абсолютно. То есть это уже существует, да? Я просто не был в курсе. И так далее. Значит, государство будет субсидировать этот рынок, так или иначе, и поддерживать. И значит, в следующем году, в 21-м году, также будут хорошо идти продажи. Должны идти хорошо продажи. Согласен. Абсолютно. И, на мой взгляд, в 21-м год будет рынок недвижимости. Да. У нас идет вымывание сейчас предложения. То есть самое ликвидное, самое хорошее, самое небольшое по площади покупают. И дефицит предложения. А что, при дефиците предложений не существует роста цен? Это же закон рынка, когда у вас мало предложения, у вас высокие цены и спрос большой. Это что, не так, что ли? Это не работает? Это рыночные законы. А девелоперы являются абсолютно участниками рынка. И все законы, которые есть, они, собственно, и для девелоперов являются законами. Поэтому цены будут, очевидно, расти, если государство продолжит поддерживать сектор. Поддерживало его, начиная с середины 2020 года. Вот. Поэтому цены будут расти. Желающих купить у нас пока еще есть, особенно в Москве. Вот. И так далее, и тому подобное. Межрегиональные сделки будут развиваться, когда люди будут пытаться продать в своем регионе квартиру и эту сумму использовать как первоначальный взнос по ипотечному кредиту за квартиру в Москве. И такое будет. На самом деле, предпосылок, чтобы цены падали, глобально нет. И более того, пессимистичный взгляд на рынок недвижимости лично мне не близок сейчас. Я считаю, что на 2021 год плюс-минус, ну вот к концу года может случиться какое-то... Он немножко начнет выдыхаться. Но сейчас я таких предпосылок не вижу. Не будут покупать самый неликвид, что-то большое на нижних этажах и так далее. А вот ликвидные предложения будут покупать и 12 миллионов за студию на набережной, это нормальная цена, поверьте. На самом деле, в США цены еще выше на такие же студии и так далее. Но там просто кредит стоит 1% годовых или 2, или 3. Пока в том, что у нас застройщик Number One продает по высоким ценам и строит некачественно. Вот это меня только единственное не устраивает с точки зрения крупных девелоперов, а остальное у меня каких-то претензий нет. Если мы говорим про пик, то это, во-первых, по моему мнению, это застройщик номер ноль. Он существует вне, так сказать, системы. И его положение, как бы сказать, доминирующее над рынком ему позволяет продавать по любой цене, потому что он уже достиг того, что все хотят девелопера достичь. Он стал девелопером номер ноль. Он может себе это позволить строить некачественно и продавать хорошо, потому что он настолько хорошо умеет продавать, что те вот эти вот комментарии о том, что качество плохое ему не вредят. Вот и все. Да, это как бы мы не хаяли у себя на канале. Я не поддерживаю мнение о том, что пик строят некачественно и плохо. Я не считаю, что это так. Я считаю, что просто, как сказать, в условиях промышленного производства жилья есть некоторые проблемы, которые компания, очевидно, устранит. Наверное, им это придется делать. Не знаю, мне пиковские проекты условно 15-16 года, когда они начинали строить, очень нравятся, вот которые монолитные делали. То есть, не знаю, я вот... Ну, не фанат их, но они хорошие. Я многие их покупал, перепродавал, в каком-то жил. Вот у меня к ним вопросов нет. А то, что сейчас я вижу, меня как инвестора даже не устраивает. Ну, не знаю. Мне даже стыдно такую квартиру перепродавать. Ну, это тоже мое личное мнение. Мы немножко затронули рынок аренды. Хотелось бы у тебя спросить все-таки не про коммерческую аренду, а про жилую, да? Каким ты видишь рынок аренды в, наверное, ближайшие 5 лет? Потому что я все равно вижу, что рынок аренды действительно там требует определенных изменений. А что думают про это люди, которые в рынке недвижимости 20 лет? Я правильно понимаю, что речь идет об аренде жилой недвижимости, не коммерческой? Жилая долгосрочная аренда, да. То есть, которая сейчас, как сказать, идет в формате наличных. Не знаю. Я рынок аренды, ну, как минимум, если брать просто Москвы, сравниваю его с рынком такси двухтысячных. Для меня это как бы такое сравнение. А как ты думаешь, вот будет ли меняться рынок, да, и требует ли он каких-то изменений? Ну, я могу сказать, что я никогда не был погружен в бизнес по сдаче в аренду квартир. Вот. Эта сторона рынка недвижимости немножко меня обошла. Вот. Но... И поэтому я не могу сказать, что у меня мои комментарии будут какие-то экспертные. И я не могу сказать, что я могу там прогнозировать на пять лет вперед. Очевидно, что сравнение с рынком такси, оно имеет место быть. На рынке аренды до сих пор, в общем-то, есть проблемы, которые известны многим. О том, что у нас фактически два-три агрегатора объявлений по аренде. У нас есть довольно большое количество риэлторов, брокеров, которые занимаются этим бизнесом. И в этом бизнесе достаточно такие особые законы, которые... Как сказать? Ну, рынок, в общем, не выглядит достаточно институционально. Вот. Очевидно, что его должны поддерживать некие IT-продукты, которые позволяют его как раз институционализировать, сделать его более прозрачным, транспарентным, понятным. Но здесь вопрос заключается в том, что, как и в рынке такси, на рынке аренды должен появиться какой-то оператор. Да? Причем крупнейший оператор, который уже есть в каждом мобильном телефоне у арендодателя и у арендатора, чтобы связь между ними выстроилась сразу хорошо. Ну, кто это может быть? Очевидно, что это либо Яндекс, либо Сбер, либо Mail.ru. Кто-то из них будет пытаться этот рынок, так сказать, каким-то образом диджитализировать, использовать, сделать его каким-то таким своим и сделать на нем большой, хороший, красивый IT-штабный бизнес. Я думаю, что это случится как раз где-то в ближайшие пять лет. Я думаю, что это будет единое приложение какое-то там типа Яндекс.Такси, в котором можно будет арендовать квартиру на сутки, на двое, на полгода. И это будет на самом деле повсеместная история, которая коснется большинства арендаторов и арендодателей города Мосты как минимум. Я думаю, что и остальных городов тут тоже. А что ты думаешь по поводу высказывания господина, там, и Мишустина, и не Мишустина на тему того, что они хотят тоже сделать какую-то общегосударственную платформу, в которой каждый арендатор и арендодатель должны быть зарегистрированы, они хотят контролировать этот рынок и так далее? К сожалению, у меня мнение такое, что все, что делает государство, оно фактически делается для контроля скорее, а не для бизнеса. Фактически государство все-таки так или иначе не может заниматься бизнесом. То есть даже Сбер, который, в общем-то, типа государственный банк, на самом деле он не государственный банк, так если посмотреть, кто его акционер, это государство там есть, но есть еще и крупные американские, в том числе фонды, которые владеют акциями этого банка. Поэтому он на самом деле находится под контролем государства, но все-таки отдельно и занимается отдельным бизнесом. Так вот, я к чему это говорю, что достаточно сложно рассчитывать на то, что там государственная корпорация Дом.РФ, которая у меня ассоциируется с белыми офисами на воздвиженке, вот, и с чем-то очень таким консервативно скучным, сделают какой-то прорывной сервис. Ну, в общем, я не верю в это. Я прошу прощения, я больше верю в какой-нибудь стартап, который начнет действовать самостоятельно, а его потом купят с потрохами Яндекс и сделают из него огромный бизнес. Вот в это я верю. Окей, интересно. А, у меня основные вопросы закончились. Вот, у меня есть как-то небольшой блиц, я редко готовлю блиц, но я решил, так сказать, нарушить свои правила и его подготовить. Вот, поэтому задам их немного и будем завершать, окей? Ну, окей, только я думаю, что, возможно, что ответы на блиц будут не блиц, в моем стиле. Окей. Инвестиции в стройку или в готовое жилье? Ну, давайте сначала закурим, да? Следующий вопрос. Следующий, окей. Тогда инвестиции в аренду или в перепродажу? Следующий вопрос. Ну, это не блиц. Это очень долго, да? Да. Окей, то есть, как бы у меня все они такие же, да? То есть, у нас сегодня блиц не будет. Ну, давайте попробуем, попробуем. Да, давайте. Сдавать недвижимость самому или через управляющую компанию? Через управляющую компанию, это легко. Дальше. Облигации или акции? Акции. Акции. Так. Сейчас покупать или продавать про недвижимость? И то, и другое. Инвестиции в Россию или в США? Я уже ответил на этот вопрос. Этот ответ был очень долгий, не блиц. Окей. Ютуб или Телеграм? Ну, для меня и Телеграм, потому что я, как сказать, мне как-то больше, мне как-то проще писать и выражать свои мысли в письме. Не, наверное, это не для всех читать мою нуднятину, вот. Для кого-то лучше посмотреть вашу нуднятину. Но, как бы, каждый выбирает свое. Я лично считаю, что у меня больше получается писать. Поэтому я выбираю Телеграм, Фейсбук и все те места, где можно много писать буквок. Можно, кстати, попробовать пошутить. Не знаю, вставим это или нет. А если вы окажетесь перед господином Гордеевым из Пика, что вы у него спросите? На самом деле мне нечего спрашивать у Гордеева, вот. Потому что у меня нет интереса к его бизнесу и к его личности, скажем так. То есть, условно говоря, я бы и у Билла Гейтса, и у Джоба ничего не спросил, потому что мне, у Джобса, прошу прощения, мне, в общем-то, как бы, ну, не особо интересны эти люди. Вот. Я просто знаю многих других людей, у которых я бы много чего спросил, они мне интересны. Но эти люди в основном занимаются там инвестициями. То есть, для меня интересно было бы спросить кое-что, что-нибудь, там, например, у Тимена Шварцмана, это генеральный директор Blackstone, вот. Или еще у какого-нибудь управляющего фондами. Но спрашивайте у российского девелопера выходца из компании Росбилдинг о том, как он ведет свой бизнес, а мне это и так понятно, и я, в общем, знаю, как это происходит, и что это было, и как он сделал. Он большой молодец, но спрашивать что-то у него мне нечего, вот. Если он что-то у меня хочет спросить, я ему отвечу, скажу. Спасибо за интервью, да, получилось, мне кажется, очень плотно и интересно. Благодарю, спасибо большое. Напишите в комментариях, как вам интервью, как вам такой формат, и обязательно подпишитесь на телеграм Артема, он пишет очень много полезной информации, туб, про которую, наверное, мы не всегда можем рассказать на ютубе. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр, с вами был Зубик Виктор, подписывайтесь также на мой канал, у нас тоже наш есть телеграм-канал, то есть все ссылки будут в описании. Всем спасибо, пока.